Спаситель обещает женщине-самарянке дать такую воду, которая утоляет жажду навсегда. Понятно, Спаситель здесь говорит не о телесной жажде, а о жажде души. Под водой разумеет не воду мгновенную, которую мы пьем, а свое учение, которое может утолить жажду духовную. Как есть жажда у нашего тела, так есть жажда у нашего духа. Хотя бы кто завладел всем светом, хотя бы все блага мира были в его руках, хотя бы все роды удовольствия он испытал, ничем не удовлетвориться. А сколько видим людей унылых и скучающих среди роскоши и обилия. Все это говорит, что люди ищут удовлетворение жажды духа не в том, в чем нужно искать. Что дух нельзя насытить вещественным, вечный и бессмертный нельзя насытить временным и тленным. Кто же может осчастливить облаженство человека? Что может удовлетворить наш дух, дух жаждущий, чего-то в жизни ищущий? Может удовлетворить только Христос святым учением? Может назвать себя счастливейшим человеком тот, кто узнал это учение, усвоил его своим сердцем, кто построил жизнь свою по этому учению? Вот по этой воде, поистине вода, которую испивши, не захочешь ничего, будешь доволен вполне. Спросите человека, который живет только для Бога, спросите о состоянии души его. Он скажет вам, что доволен своим состоянием. Ни богатства, ни почести, ни похвала людская услаждают его душу. А Бог, пребывающий в ней, беден ли он в трудах, ни тяжелых, суждено ему жить? Но это не отнимает у него счастье, которое носит в душе своей. Тихо, мирно, безропотно он несет эти труды, как назначенные Богом ему. Он трудится без зависти, без жадности, без ссоры. Все с молитвой на устах и в сердце. Покойно ложится он в убогую постель свою после этих трудов, с чистой совестью. С веселым лицом встает он снова для них, радуясь всегда о Господе, при всех своих лишениях и скорбях. И мир имеет много своих удовольствий, но они никогда не могут доставить человеку постоянного душевного мира. Часто среди всех забав и удовольствий невольно вырываются у него вздохи души, жаждущие единого вечного. Ты, Господи, так создал наши души, говорит святой Василий Великий, что они ни в чем, кроме Тебя единого, не могут найти для себя успокоения. Настоящая наша жизнь в Боге, отчуждение и удаление от Бога, есть зло самое тяжкое для человека, как для глаза – лишение света. Душа наша духовна, она ищет для себя и благ духовных. Она сотворена через Божественное дыхание, к Богу и ее стремления, как Создателю своему. Сотворена по образу и подобию Божию, в первообразе, предел ее и средоточие. В нем одном может найти она свой покой, исполнение своих стремлений и желаний. Аминь.